Здравствуйте, уважаемые друзья! Из бесконечного множества вот таких, довольно-таки хороших приманок, как Клинт Хаммер, существует по принципу изготовления вот такого ёршика и крыла, мушка, которую многие называют парашют. Давайте мы её сейчас с вами изготовим, но будем изготавливать, как всегда, я не люблю повторяться, несколько в другом варианте. Крючок я беру F22, это крючок, который вот больше всего предрасположен к такому изготовлению наших Клинт Хаммеров и парашютов. Номер взял я 14-й. По всем показателям ещё может подходить нам крючок, это, сейчас я вам найду, C12FB фирмы тоже Гамакатсу, вот он выглядит приблизительно вот так, то есть, если у вас нет, можно использовать крючок Граб Шримп любой другой фирмы, так, чтобы у нас подходило более-менее по изготовлению нашей мушки. И нам понадобится вот совсем небольшая, вот как вы видите, это я даже её не подрезал, а просто посмотрел, и мы её с вами приспособим. И изготовить в качестве опорной ножки для нашего пера. Ну, давайте теперь приступим. Закрепили вот так кусочек пинки нашей, и я дополнительно закрепил ещё вот такой кусочек кристалл флэши. Это, в принципе-то, вы для себя, не для рыбы. Для того, чтобы было значительно далеко это видно. В качестве тела я буду использовать вот пирог, который идёт на мечевидных перьях павлина. Довольно-таки хорошо оно себя показывает в работе, то есть мы с вами будем изготавливать полностью проверенный вариант. И теперь нам понадобится кусочек вот такого плоского, но крепкого люрекса. Закрепим его здесь. И теперь для того, чтобы более качественно уже выглядело моё тело, мы должны с вами аккуратно вот так вернуться. К месту крепления нашей грудки. И здесь оставим нашу нить. В качестве материалов можно использовать как паклю, это льняная, так и шерстяную пряжу. Но очень тонкую, для того, чтобы она могла сразу намокнуть. А вообще желательно, перед тем, как ловить на все вот такие клинхаймеры и все другие наши парашюты, необходимо, чтобы вот эта часть была уже предварительно смоченная, чтобы могла сразу пробивать пленку и погружаться по наше крыло. Промажем немножечко клеем. И до грудки промотаем пером и проармируем нашим люрексом. Мы с вами изготовили тело, проармировали. Я закрепил прямо вот так у нашего шарика импровизированного перо вертикально вверх осью. И закрепил парочку бородок пера павлина. Немножко нанес клей на ось-ость. И мы теперь будем с вами изготавливать грудку. Желательно ее промотать нам достаточно плотно, так, чтобы у нас с вами не оставалось залысин. И нашу нить мы вместе с пером я прокручиваю и перевожу за нашей грудкой. Здесь отрезаем. Добавим буквально капельку клея на нить. И здесь выполним пару оборотов. Вот так будет достаточно. Обычно используют всевозможные приспособления для намотки. Но я предпочитаю наматывать, вам будет немножко неудобно. Обычно ставлю в такое положение, но, естественно, тиски поворачиваю к себе. И удерживая шарик, или же, допустим, любой другой материал, вокруг которого мы с вами выполняем ершик. От величины и количества оборотов зачастую зависит качество наших поклевок. На сильном течении желательно побольше или в заводе, так как рыба достаточно осторожная и не всегда такое количество бородок приветствуется. И теперь я перевожу нить к месту крепления пера на ножку. Аккуратно так, чтобы не заминать бородки, лучше мы подправим. И здесь, на ножке, выполним завершающий узел. Удалили остатки, немножко подрезали нашу кисточку. Можно и не подрезать, это вы уже как сами заходите по той рыбалке, которая у вас будет. И вот такой, как вы видите, достаточно с хорошим ершиком. Наш парашют готов к работе. В данном варианте он изготовлен для хорошего течения. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!